Всем доброе утро, ребят! Сегодня мы будем с вами приводить в порядок блю-чип. Рассмотрим три случая. Во-первых, первый случай. У нас ветка была посажена растение очень низко относительно корневой шейки. Эта ветка была полностью заглублена и, соответственно, она начала полностью подгнивать. Соответственно, этот уже побег, вот такой взрослый, получается, что выпадает. Мы обязательно его должны убрать полностью. Почему? Потому что если мы его не уберем, дальше подгнивание пойдет непосредственно глубже. И в будущем это растение может погибнуть. Обязательно все сухие ветки придется убрать. И, скорее всего, нам придется это растение пересадить. Почему? Потому что в будущем пойдет и дальше подгнивание. Обязательно, смотрите, такая стрижка делается, техническая, в любое время года. Почему? Потому что если вы это не сделаете, заражение, соответственно, подгниение произойдет раньше, чем наступит весна. Поэтому обязательно мы это выстригаем. Все сухие побеги пусть немножко пострессуют, но ничего. Придет весна плюс 10 и мы с вами начнем работать антигрибковыми препаратами. Пересадим горшочек побольше, чуть повыше. И у этого растения будут шансы и дальше радовать. А по весне мы с вами немножко прибьем кончики, чтобы он начал зарастать в этой зоне. И все будет хорошо. Второй случай. Упало дерево на это растение. Добрый какой-то самаритянин взял и решил сделать, как говорится, не показывать это и решил отломать целую ветку. Соответственно, он ее отломал неправильно и нанес ущерб практически всему растению. Опять же, мы не будем дожидаться, пока оно начнет восстанавливаться. Потому что дальше пойдет подсыхание корневой системы, подднение, может дойти до этого столика. И, соответственно, целую вот эту ветку придется выстригать полностью. То есть, уберем чуть не пол дерева. Поэтому мы обязательно уберем все сухие побеги. Видите, какая ветка. И, соответственно, человек оставил это. Если бы он сказал, мы бы просто аккуратненько это все выстригли и у нас было бы все хорошо. Ну, а теперь будет эта ветка страдать. Поэтому мы ее обязательно уберем. И надеемся, дальше не пойдет подсыхание. Опять же, когда уже будет плюс 10, мы возьмем с вами ракурс, циркон. И начнем работать по этому растению, чтобы оно чувствовалось себя хорошо. Опять же, немножко ветки подзаглублены. Из-за этого растение и страдает у нас. Третий случай. Нехватка солнца. А точнее, на этом растении лежало другое растение. И, соответственно, видите, какая травма нанеслась. Полностью подсыхание внутренних побегов. Плюс, скорее всего, тут уже и грибочки есть. Поэтому это растение мы ставим с вами под вопросом. Во-первых, тут побеги все заглублены. Из-за этого, плюс, из-за этого у нас выпадание такое идет серьезных веток. Так оно, кажется, все хорошо. Но внутренние побеги, можно сказать, до свидания. Поэтому обязательно это растение надо будет с вами поднять при пересадке. Немножко очистить укорневой грунтик, чтобы дальше не было подниения. И работать антигрибковыми препаратами, чтобы спасти это растение. То есть мы будем использовать с вами циркон, ракурс для восстановления. А когда уже станет тепло, скорее всего, чуть-чуть либо осмокот, либо пышной хвои подобавляем. И это растение будет у нас смотреться очень хорошо и эффектно. Опять же, мы сейчас с вами уберем все сухие побеги, чтобы дальше сильно оно не сохло и не травмировало растение. И тогда у нас с вами будет все хорошо. Видите, сколько побегов просто вылетело из-за глупости. Пока у кого еще снег, ну уже потихонечку тает, вы можете хотя бы сделать вот такую техническую стрижку. Убрать побеги, которые травмированные, подсохшие и ненужные. Ну вот чуть-чуть подстригли, убрали и уже хоть-хоть чуть-чуть пришли в себя, как говорится. А в будущем мы с вами где-то неделю, уже через недельку начнем потихонечку обрабатывать их. Но у кого еще снегопады, подождите, не спешите. Хотя бы уже погода устаканится, плюс 10, и мы начнем с вами обработку от грибковых заболеваний и от жирности. И все будет хорошо. Надеюсь, ролик был полезен. Всем хорошего дня. Не забывайте подписываться и ставить лайк. Это позволяет развиваться к каналу.